Украинских военнослужащих присягнуло на верность Донецкой Народной Республике, провозглашенной по итогам голосования 11 мая о статусе региона. Накануне сообщалось, что ополченцы пришли в Донецк в штаб так называемой Нацгвардии. По сведениям ее пресс-службы, контрактники остались на территории городка, контроль над которым по итогам переговоров установили силы самообороны. Это не один такой случай, и он заметен тем, что произошел именно в среде радикалов, приодетых гвардейцами. Еще более тягостное настроение у военных и милиционеров, которых бросили на восток Украины. Их преследует голод и безденежье. Продолжит Павел Краснов. С миру паникки солдату бронежилет. Впервые за годы приглядевшись к собственной армии, Украина осознала, на голодном пайке та подрастеряла боевой навык. Но как пополнить военный бюджет? Выход нашли современный. Отправь СМС, подари войскам 5 гривен. Говорят, насобирать удалось под сотню миллионов. Но то ли и этого не хватило, то ли деньги растеряли по дороге. Все ограбили, медикаменты, продукты перевернули, все ограбили. Турчинов, накорми их, а! Турчинов, накорми! Голодные в тебя войска уехали. Негодование понять можно. На отбитом у ополченцев блокпосту военные забрали припасы и пустились на утек. И наверняка тоже не от хорошей жизни. Пушки никто пока не развернул, но и без того. Война на Юго-Востоке принимает странный оборот. Уже месяц войска топчутся на месте, не в силах взять даже крохотный Славянск. Не говоря уже о Донецке и Луганске. Иллюзии относительно военной мощи не строили даже в Киеве. Но дело, видимо, не только в этом. Армия разложилась морально, физически. По целому ряду причин. Начиная от того, что людям очень мало платили, их социальный статус был низким. Заканчивая тем, что целый ряд людей просто не хотят воевать с мирным населением. Что для карательных операций регулярные войска не подходят, понятно стало сразу. Когда в Краматорске вместо подавления восстания десантники отдали бронемашины ополченцам. Но Киев надеялся подчинить армию с помощью союзников, рожденных Майданом. На Украине полно историй об активистах, приставленных к военным, следить за исполнением приказов. Говорят даже о расстрелах за непослушание. Но даже так удержать военных в узде не получается. А те солдаты, что родом с юго-востока, вообще все чаще из украинской армии переходят в народное ополчение. Я в украинской армии даже боюсь ходить по родному городу, потому что выходит так, что я как бы захватчик сам в родном доме. И стало обидно, при подошел к людям ополчения, попросился к нему народную армию. К операции против повстанцев Киев привлек и милицейские спецподразделения. Но и те страстного желания воевать пока не проявили. И потому главной опорой новой власти на юго-востоке стала нацгвардия, недавно собранная из боевиков правого сектора и самообороны Майдана. Именно она 9 мая развязала в Мариуполе уличные бои. Наспех обученные, зато готовые с радостью исполнить приказ. Нацгвардейцы уже показали, что стрелять могут и в безоружных людей. Но в Красноармейске в день референдума людей расстреливала даже не гвардия, а подразделение Днепр. Спецбатальон МВД на Украине так называют сейчас отряды наемников, финансируемые олигархами-сторонниками киевской власти. Отличительной чертой таких группировок стала форма безопознавательных знаков и необъяснимая жестокость. Это фактически незаконное вооруженное формирование, которым, тем не менее, дан карт-бланш для проведения силовых акций по зачистке восставшего населения на востоке Украины. Поэтому мы можем классифицировать эти подразделения примерно как эскадроны смерти, которые печально прославились в Латинской Америке. Но с готовностью воюя против мирного населения, каратели избегают встречи с вооруженными ополченцами. Радикалы в Киеве в отчаянии уже призывают подавить сопротивление Юго-Востока с помощью артиллерии и авиации. Но для этого нужны люди, способные и, главное, готовые применить тяжелое вооружение. Таких с каждым днем, кажется, становится меньше, и в отсутствие видимых успехов силникам остается рапортовать о борьбе за блокпосты и повышать боевой дух старым, знакомым еще со времен Майдана, способом. Кто не скажет, той москар? Кто не скажет, той москар? Павел Краснов, Наталья Литовка, Николай Королев, Первый канал.